МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МЧС России. Мы выезжаем на место происшествия, где уже обследуются объекты, которые попали под данную информацию. Атаки лжетеррористов, как правило, подвергаются социально значимые объекты. Школы, торговые центры, места с массовым пребыванием людей. Да, проверяются каждая информация, проводятся какие-то проверочные мероприятия, и по результатам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О том, что существуют уголовные наказания за подобные звонки и информацию, необходимо помнить каждому. При поступлении информации обязательно проверяется, кто данную информацию отправил, либо каким образом она поступила в правоохранительные органы. И в любом случае предоставление лжеинформации предусматривается уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В том числе может быть и реальное решение свободы, исходя из того, каким образом поступила информация, что значилось в информации и, соответственно, какого содержания данная информация. После каждого сообщения на место выезжает следственно-оперативная группа. Поднимаются все оперативные службы. Якобы заминированное место тщательно проверяет кинолог со специально обученными собаками. Мы должны проверять каждое поступившее сообщение, соответственно, неважно, откуда оно поступило. Если гражданин, соответственно, получает такого рода информацию, то, конечно, надо звонить в полицию, чтобы мы отреагировали и поняли, действительно, эта информация правдивая, либо это лже какая-то доступная нам информация. Ни одна из поступивших в последнее время информации о заминировании не подтвердилась. По некоторым сообщениям до сих пор проводится проверка. Откуда же поступают в наш город такие угрожающие фейки? Достоверно об этом говорить мы в настоящее время не можем, но есть, присутствуют факты того, что это действительно не граждане Российской Федерации могут звонить или откуда-то присылать информацию и говорить, что то или иное здание заминировано. К этому надо относиться очень серьезно и лучше о всех поступивших такого рода информации обращаться в полицию. Убедительно просим вас, уважаемые жители Верхневолжья, быть бдительными, не поддаваться панике и в случае опасности незамедлительно звонить в полицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА